Здравствуйте! Мы продолжаем говорить о прививках и говорим о вакцине, которая используется во всех, без исключения, странах мира и которая спасла миллионы жизней. Вакцина АКДС – тема нашей встречи. Пойдемте, поговорим. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, мы вновь про вакцины, про прививки. Тема очень актуальная, очень болезненная для нашей страны. Я даже не спрашиваю у вас, Луиза Васильевна, какое вы отношение имеете к вакцине АКДС. Детеныш ваш уже взрослый, поэтому давайте сразу перейдем к опросу наших экспертов. АКДС – это значит, что доктор накладывает какие-то якорства. Она из себя представляет, но я точно не помню, когда мне ее делали, но я помню, что делали что-то от столбняка. А столбняк – это очень страшная болезнь. Никто ж не хочет, чтобы когда мама родила, он лежал в больнице. Ну, три вакцины в одной вводятся. Одним шприцом и в одно и то же время. А если три рекорства в одну приливку положить, так сразу можно победить. И не надо еще делать еще две. Нет, это же не 10 уколов каких-то. А она прививка. В одно место больше дедата текута делать. Да, мне не больно, а попе больно будет. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, одним уколом три вакцины – это не сильно большая нагрузка? И говорят, что еще можно какие-то параллельно с этой прививкой делать. Можно, можно. И поверьте мне, что и 6,8 вакцин сразу – не очень большая нагрузка. Речь скорее о том, что когда с помощью одного препарата обеспечивается профилактика сразу от нескольких болезней, то это уменьшает число хождений в поликлинику, число уколов, риск инфицирования чего-то в поликлинике. Но при этом не увеличивает риск осложнений и не препятствует качеству вырабатываемого иммунитета. Тем не менее, слово вот это – АКДС, оно у всех на слуху, потому что каждая имама рано или поздно это слышит от своего педиатра. Приходите, будем делать вакцину АКДС. Что это такое? В общем-то, все знают, что это дифтерия, столбняк и коклюш. Первая буква А означает слово «адсорбированный». То есть есть такое вещество – гидроокис алюминия. Это особый препарат, который вводится непосредственно в мышцу во время уколов. И он там в мышце сохраняется длительное время. И вот он не всасывается в кровь, он там в мышце остается надолго довольно. Но при этом на этот гидрооксид алюминия сорбируют дифтерийные и столбнячные анатоксины. То есть благодаря этому организм может вырабатывать иммунитет к дифтерии и столбняку. Плюс в эту же вакцину добавляют компоненты коклюшной бактерии. Таким образом мы обеспечиваем защиту от трех болезней – коклюша, дифтерии и столбняка. Все, по большому счету, слышат то и дело, что там или тут кто-то кашляет, потому что заболел коклюшом. Но тем не менее услышать о том, что кто-то заболел дифтерией или столбняком в цивилизованной стране – огромная редкость. Я хотел бы, тем не менее, напомнить всем, у кого возникают сомнения по поводу целесообразности вакцинации, о том, напомнить, что до начала прививок 20% детей болели дифтерией. 20% из которых 50% умирали. Это вот было так. А после того, как появилась для лечения дифтерийная сыворотка, умирали только 5%. Но тем не менее умирали. В странах, где нет вакцинации, до сих пор люди умирают от столбняка. И за прошлый год в мире от столбняка умерло ни много ни мало четверть миллиона человек. То есть для нашей страны это кажется чем-то диковинным. Обращаю ваше внимание, что столбняк – это болезнь. Если им заболеть, то в самой лучшей медицине, в самой лучшей клинике умирают, как правило, 85%. То есть страшнее столбняка только бешенство, от которого умирают 100%. Понимаете? Возьмем болезнь коклюш. До того, как начались прививки, коклюшом болели все. 100%. Вот все дети болели коклюшом раньше. И при этом минимум, минимум один из двух тысяч умирал. Это если было шикарно все. А в среднем, в неразвитой медицине умирает 4% заболевших коклюшом. То есть кому как повезет. Это я лишний раз как бы иллюстрирую актуальность того, что в мире произошло. После того, как в практику здравоохранения, в календари вакцинации всех стран мира вошла вакцина АКДС. Тем не менее, надо признать, и это однозначный факт, что из всех вакцин, которые входят в календари вакцинации, АКДС переносится наиболее тяжело. Неудивительно, что именно с этой вакциной связано огромное количество вопросов, которые мамы задают врачам. Да, у вас была наша очаровательная Катя Асачья. Именно про вакцину АКДС мы с ней говорили. Да, вакцину Мильей, да. Да, да, да. Профессия Катя Асачей позволяет и требует не засиживаться на одном месте. Сегодня она в Киеве, завтра в Москве, после Париж, Канны, Лондон, Нью-Йорк. Может, потому, вовсе не будучи противниками вакцинации, Катя и сын Илья попали в просак с прививкой АКДС. Нет, в первый раз они ее сделали, а потом пропустили, отложили. И что делать дальше, не знаю. Ну что ж, сказала мудрая мама, пойдем к тому, кто знает. Ко Морозскому поддержал Катю или я. Прививки АКДС их три. А мы сделали только одну прививку, и после этого было жаркое лето, потом он болел, потом мы улетали. И так или иначе, мы пропустили тот период, когда надо было делать еще две. И прошел уже год целый. Стоит ли делать снова три этих прививки, или надо сделать всего лишь их две? Нет, ну как раз общемировая практика, вот позиция, допустим, всемирной организации здравоохранения, говорит о том, что если вакцинация на любом этапе была прервана, то никогда не надо начинать сначала. То есть надо просто как можно быстрее возобновить вакцинацию. Вот это, собственно говоря, главное. Другой вопрос в том, что раньше, я вам объясню, когда были разные варианты вакцины АКДС, я сейчас тоже это объясню, вот вам бы уже сказали, что вам не надо прививаться вакциной АКДС сейчас. Я объясню почему. Смотри, в вакцине АКДС расшифровывается как ацербированная вакцина, как люшно-дифтерийно-столбнячная. То есть там есть три компонента. То есть АКДС защищает от трех болезней сразу. Коклюш, дифтерия, столбняк. Так вот, дифтерийный и столбнячный компоненты, они переносятся очень легко. То есть они практически никогда ни у кого не дают ни температуры, ни реакции, ничего. А коклюшный компонент переносится тяжело. То есть тяжелее всех. Вот на самом деле из всех вакцин, которые планово входят в календарь, коклюш переносится хуже всех. Но поскольку коклюш, это смертельно опасная болезнь, для детей раннего возраста, ну считается там до четырех лет. А после четырех лет болеют, но болеют уже не тяжело, то есть не погибают, по крайней мере. Так вот раньше всем говорили о том, что если до четырех лет не получилось вакцинироваться, то дальше, после четырех, уже можно просто АДС, то есть без коклюша. То есть теоретически Илюхе восемь, то есть по старым положениям ему в принципе не надо уже делать АКДС. Но не все так просто оказывается. Возможности изменились несколько. Сейчас, например, в нашей стране классическая вакцина АКДС практически не используется. Используются современные вакцины, в которых вот этот коклюшный компонент изменен, он очищен. И практически количество реакций меньше многократно. Поэтому в этом возрасте, то есть уже нет риска, понятно? То есть и поэтому, исходя из сегодняшних реалий, я бы сказал, вы один раз всего укололи, значит вам надо еще три. Еще три. Да, на самом деле, на самом деле. Чем больше, тем лучше тогда получается, ведь нет же. Нет же, нет же, потому что оказывается, что есть действительно в медицине, вообще в вакцинации, есть два умных слова, их все слышали, но никто толком не знает, что это значит. Вот есть такое слово вакцинация, есть слово ревакцинация, правда? Слышала, да? Но разницы не знает никто. Оказывается, сначала надо, чтобы в крови возник уровень вот антител, вот этих самых, которые защитит организм от болезней. И оказывается, для того, чтобы при введении АКДС возник вот этот самый уровень, необходимо четыре укола. Один, два, три с интервалом в полтора, один, полтора месяца. Обычно это делается там в три, четыре, пять месяцев. В сорок дней. Так вот, интервал должен быть не менее 30 дней. То есть вот надо сначала три, и потом через год еще одну. То есть вот поэтому АКДС делается обычно там три, четыре, пять и в полтора года. И вот это четыре введения, это и называется вакцинация. То есть вот в полтора года после четвертой инъекции человек получит абсолютно, практически с максимально возможной вероятностью, защитный уровень антител к, как лишу, гефтерии, столбняку. То есть это не говорит о том, что после одного укола этих антител нет. Есть, но они недостаточны для стопроцентной защиты от болезни. То есть может он заболеть, хотя болезнь будет протекать легче. Но сейчас на самом деле основной вопрос у родителей это вакцина. Качество вакцины, конечно. Качество вакцины. Вот, поэтому основной вопрос родителей хотя бы должны понимать, что когда я отводил своих детей делать прививки, то у меня не было выбора. Во всем Советском Союзе была одна единственная вакцина, которая называлась АКДС. Хошь, не хошь, доставай попу и вперед. Нет у тебя выбора, понимаешь? А сейчас у тебя ситуация другая. Другой вопрос в том, что ты, как мама, уже можешь поинтересоваться. Спросить у доктора независимого. Не того, который вакцины продает, да? Не того, кто заинтересован и не заинтересован чем-то их заменить, да? А который скажет, да, есть вакцина АКДС, есть вакцина Пентоксим, есть вакцина Тетоксим, есть Тетрококк, есть Инфанрикс. Есть эти вакцины такие, эти такие. Даже лучше. А вот поэтому мы, мы сейчас, поскольку мы не должны никогда навязывать родителям решение, и если я своих детей или своих пациентов рекомендую прививать такой-то вакциной, то это вовсе не значит, что я имею моральное право всей стране рекомендовать эту же вакцину. Я хочу сказать, что каждый из вас должен знать, что у вас есть возможность выбора. Что на сегодняшний день по государству, в принципе, готовит новый прививочный календарь, в котором вот такие вакцины, как классическая АКДС, они запрещены. И дети будут прививаться только вот этими вакцинами с очищенным коклюшным компонентом. А такие вакцины не производятся на территории нашей страны. Это, как правило, вакцины Евросоюза, как правило. Получается, вакцины намного, ну, в десятки раз более дорогие. И если вакцина АКДС – это флакон, где несколько доз, то современная вакцина, она очищенная. Это шприц с одной дозой, с супериголкой, где ничего не добавить, не убавить. Вот все уже готово. Но это на порядок дороже. Вот как интересно. А что же делать тогда, когда вот эти 30 дней, которые проходят между прививками, когда прививку надо делать, но ребенок заболел? Ага, отложить на неделю, на две – это совершенно не принципиально. Совершенно. Ты же ухитрилась отложить на 7 лет, насколько я понял. Не на 7, не на сколько? На год. На год, да? На год. Ну, то есть реальная ситуация такая, что даже лучше отложить на год, чем отложить на 2 года. Лучше отложить на меньше, конечно же. Тем не менее, факт остается фактом. Как может мальчик с шилом в заднице не быть привитым от столбняка? Объясни мне. Как? Ну, невозможно. Невозможно, да? Твой ребенок не привит от столбняка. Реально. Понимаешь? То есть то, что вы там один раз укололи, а теперь ты мне начинаешь рассказывать сказки про то, что было жаркое лето, то это ты сказки для кого расскажешь? Дома для себя. Понимаешь? У тебя, ребенок, мальчик, который в любой момент может упасть, разбить коленку, запачкаться и так далее. Я про дифтерию, как лучше, я в принципе не говорю. Понимаешь? Ну, вот есть реально то, что очевидно каждой матери. Угроза травмы, да? Все. И потом, если ты не привит, это одно. Если привит, это другое. Это совершенно другое лечение. Другая обработка раны. Это все очень по-разному. Понимаешь? И, конечно, ты как мать должна теперь задать себе вопрос. Мне надо привить ребенка. Но ты уже знаешь, что есть вакцина такая, вакцина такая. И ты уже теперь можешь разумное решение принимать. Давайте, Луиса Васильевна, я перед тем, как вы зададите свой вопрос, я бы хотел подвести еще раз итоги. И просто объяснить всем, как с точки зрения Всемирной организации здравоохранения и когда и кому должна вводиться вакцина АКДС. Мамы, которые что-то там забыли, не знали или хотят узнать, могут это записать. Итак, как правило, первичный курс вакцинации начинается в возрасте от 2 до 6 месяцев. Считается, что до 6-недельного возраста в крови новорожденного есть антитела от коклюша, которые достались от мамы. Этих антител недостаточно, чтобы ребенка защитить, но достаточно для того, чтобы помешать выработке иммунитета. Поэтому начинают вакцинацию после 6 недель. И опять-таки, вот в нашей стране рекомендуют с 3 месяцев. Во многих развитых странах, в странах с высоким уровнем здравоохранения, вакцинацию начинают именно в 2 месяца. И делают 3 прививки с интервалом в месяц. И затем в возрасте 15-18 месяцев вводится дополнительная доза. И потом еще раз в возрасте 4-6 лет. Вот это вот стандартные 5 инъекций. И взрослые люди, если хотят быть защищены от дифтерии и столбняка, должны вакцинироваться каждые 10 лет, чего не происходит в принципе. Не происходит в принципе. Потому что педиатры хоть как-то следят за вакцинацией, а терапевты имеют ее глубоко в виду, эту вакцинацию. И большинство взрослого населения страны не имеет нормального иммунитета против столбняка. Вот что мы все должны знать. Мы просто надеемся на то, что когда у нас появятся страховые компании, то они просто скажут. Ребята, если вы не привиты от столбняка, мы с вами просто договор не заключим. И тогда ситуация изменится. Потому что тогда страховая компания будет вынуждена платить за лечение из своего кармана, чего никому не надо. Тем не менее, я надеюсь, это вы запомнили. Вопросов, как я понимаю, осталось еще много. Я готов на них отвечать. Я вас слушаю, Луиза Васильевна. А вот если делают прививку препаратом одного производителя, а можно ли потом делать другого производителя? Или это не имеет значения? Нет, ну на самом деле, кстати, эта ситуация очень частая. Начали вакцинироваться, а потом вы пришли в поликлинику делать там третий укол, а вам говорят, извините, у нас вакцина кончилась, можете купить в аптеке вот похожее или такая. На самом деле, вы все должны знать, что все сертифицированные Всемирной Организацией Здравоохранения вакцины от Коклюша, Дефтерии и Столбняка являются взаимозаменяемыми в любой последовательности. То есть всегда, конечно, желательно использовать и для вакцинации, и для ревакцинации вакцины одного производителя. Тем не менее, если вы вынуждены заменить, если стоит вопрос так, вакцинироваться другой вакциной или ждать год, пока появится та, что надо, то однозначно вакцинироваться. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а можно ли эту прививку делать беременным, если, например, прошло 10 лет после первой вакцинации? Ну, вакцину от Коклюша никто не делает беременным, разумеется. Вообще взрослым делают с большой осторожностью. Тем не менее, дифтерийная и столбнячная вакцина, то есть вакцина не АКДС, а вакцина АДС, может без каких бы то ни было рисков введена беременной женщине. Более того, если вы не вакцинированы 10 лет, то это очень важная вакцинация на этапе подготовки к родам. Спасибо большое. Лучше, конечно, задумываться об этом на этапе планирования беременности. Если прошло больше 10 лет с момента последнего введения АКДС, то, конечно, желательно на этапе планирования беременности осуществить вакцинацию дифтерийными и столбнячными анотоксинами. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, в 7 месяцев мы сделали вторую АКДС. На второй день у нас появился зуб и на третий мы очень сильно заболели простудой. То есть есть ли связь между прививкой АКДС и понижением иммунитета? Ну, на самом деле, как правило, если на второй день после АКДС у вас появились симптомы простуды, то есть респираторной вирусной инфекции, то с вероятностью практически 99% вы нашли острую респираторную вирусную инфекцию в поликлинике, где вы делали АКДС. Это стандартная ситуация, и мы не раз рассказывали о том, что самая большая сложность вакцинации в нашей стране – это пробраться к кабинету прививочному и выбраться из него, не проконтактировав с больным вирусной инфекцией. Но главное понимать, что это мы такие безалаберные, это у нас такая организация, это не прививки в этом виноваты, понимаете? И поэтому надо совершенствовать систему вакцинации, организационно все улучшать, а не ругать прививки и не обвинять их во всех смертных греках. Евгений Леонидович, а вот есть ли осложнение в виде судорог? Что делать? Ну, на самом деле, давайте прежде всего, куль скоро речь зашла о реакциях и осложнениях. Мы действительно должны подчеркнуть, что осложнения при этой вакцинации – редкость, реакции далеко не редкость, реакции. Еще раз фиксирую внимание, что на сегодня в мире есть две главных равновидности вакцин. Это АКДС и вакцина, которая называется ААКДС. Вот ААКДС – это вакцина ацеллюлярная. Я объясняю, что это такое. Это вакцина, в которой коклюшный компонент, коклюшная клетка расщеплена. Из нее как бы выделены антигены, наиболее значимые в плане выработки иммунитета. И вот эти вот очищенные вакцины, они намного менее реактогенные. Они переносятся многократно лучше. Но у них есть очень серьезный недостаток. Они в десятки раз дороже, чем вакцина АКДС. Поэтому вакцины АКДС продолжают производиться во многих странах мира, но используются главным образом в отсталых и развивающихся странах, которые не могут себе позволить вакцины очищенные. Тем не менее, и очищенная вакцина тоже может давать реакции и осложнения. Давайте посмотрим на статистику. Перед вами статистика чего может быть. Реакции бывают легкие, вы видите их перед собой. Реакции бывают средние тяжести и реакции бывают тяжелые. Я фиксирую внимание на том моменте, что частота реакции после вакцинации АКДС в три тысячи раз менее вероятно, чем реакции во время болезни Коклюши. Поэтому каждая мама должна знать, что у нее просто есть выбор. Вот этот риск или риск болезни с риском таким же и судорог, и всего остального. Кстати, все абсолютно мамы знают, что у детей и младшего возраста высокая температура может провоцировать судороги. Причиной высокой температуры может вирусная инфекция быть, любой грипп, любой ОРЗ, и в том числе может быть прививка. Понимаете? И естественно, есть стандартная неотложная помощь при судорогах. Мы этому посвятим целую программу, вне всякого сомнения. Просто вы должны знать, что вероятность судорога при болезни под названием Коклюш в три тысячи раз больше, чем при вакцинации от Коклюша. Вот это вы должны знать сейчас. И на основании этой вероятности вы должны принимать решение. Беда, она состоит вот в чем. Что все надеются на следующее. Что вот все вокруг привьются. А если все вокруг привьются, то мне своего прививать не надо. Потому что если все вокруг привиты, то Коклюш не циркулирует. И всем очень хочется въехать в рай вот таким образом. Понимаете? Пусть все будут привиты, пусть все своими детьми рискуют, а я сильно умная своим ребенком рисковать не буду. И вот так вот устроиться всем очень хочется. Понимаете? Вопросы? Здравствуйте. У меня вопрос такого характера. Мне подруга сказала, что прививки нельзя делать в ягодице. Надо делать только в бедро. Ну и кстати, если кто-нибудь вот принес ребенка в поликлинику на АКДС. И медсестра протянула руки к его попе. Вы можете бить по этим рукам. Понимаете? Вакцина АКДС по современным рекомендациям делается только, только в бедро. Понятно? Потому что при инъекции в ягодицу есть риск попадания в кровеносные сосуды. Есть риск попадания в седалищный нерв. Есть риск того, что вакцинный препарат будет в подкожной клетчатке, которой там много. Более того, достоверно доказано, что уровень антителообразования, то есть иммунной защиты, именно при инъекции в бедро выше, чем при инъекции в ягодицу. Поэтому абсолютно все рекомендуют колоть только в бедро. Увидели колят в ягодицу, жалуйтесь. Это неправильно. Здравствуйте, доктор. В поликлинике советуют АКДС двух вариантов. Одна – три компонента, и второй вариант – это с гепатитом. Но я знаю, что с гепатитом бывают осложнения. Ну, то есть это сложнее прививка. Действительно ли это так? Это абсолютно не так. Вот как раз вакцина генная, инженерная вакцина от гепатита B переносится очень легко и практически не дает вообще осложнений реакции. И как раз в поликлиниках очень часто используется вакцинация от гепатита B одновременно с вакцинацией АКДС. Конечно, лучше сделать один укол, а не два. Поэтому, если такую вакцину предлагают, да еще и за бесплатно, конечно соглашаться. Спасибо. А если поднимается температура, чем можно ее сбить? Повышение температуры в детском возрасте, независимо от его причины, вы можете в качестве жаропонижающих средств использовать два лекарственных препарата. Парацетамол или ибупрофен. И то, и другое должно быть в доме. Что-то желательно в свечах, что-то желательно в сиропе. Все. Если эти лекарства не помогают, это повод обращаться за медицинской помощью. Спасибо. Единственное, еще раз хотелось бы подчеркнуть, что есть практически убежденность ученых в том, что повышение температуры на фоне вакцинации не несет в себе никакой пользы для выработки иммунитета. Поэтому, если у ребенка поднимается температура, не надо ждать, пока будет 38 или 39. 37,5, давайте жаропонижающие. Если мы на протяжении первых двух лет жизни своевременно делали все прививки АКДС, могу ли я рассчитывать на то, что иммунитет моего ребенка защищен уже на дальнейшую жизнь? Считается, что вот если вы сделали правильно вот эти пять инъекций, о которых мы писали, да, то вы обеспечиваете себе уровень защиты надежный на срок от 6 до 12 лет. Именно такие же сроки защиты дает и перенесенная болезнь Коклюш. А дифтерия и столбняк вообще не дают иммунитета, перенесенные. Поэтому, еще раз фиксирую внимание, просто есть один из лозунгов, вот тех, которые занимаются борьбой с вакцинацией, он звучит так, что если вы переболеете Коклюшом, то у вас защита на всю жизнь. А если вы прививку сделаете, то на несколько лет. Вот примитительно к дифтерии и столбняку. Перенесенные болезни вообще не дают иммунитета, вообще. А Коклюш дает иммунитет на 6-12 лет. Именно такой же иммунитет дает и вакцинация. Все время с грустью приходится убеждаться в том, что мы недопонимаем своих возможностей. Такой вирус, как корь, вирус кори, может жить только в организме человека. Коклюшная палочка поражает только людей. Если бы все люди были привиты, эти болезни бы исчезли как таковые. Их бы просто не было уже. И уже существуют несколько десятков лет активнейшие вакцины. Если бы не было вот этой вакханалии, этой битвы с вакцинами, человечество уже могло бы забыть об этих болезнях, так как это произошло со спой. Понимаете? Но, к сожалению, этого не происходит. Тем не менее, каждый решает для себя. Каждый должен понимать, что есть риск вакцинации, а он однозначно есть. И есть риск болезни. И мама всего-навсего выбирает между одним злом и вторым злом. С моей точки зрения, вакцинация однозначно меньшее зло. И я хочу надеяться на то, что вы мобилизуете все свое здравомыслие. И для вас это будет точно так же. Я надеюсь, вы сделаете правильные выводы. Всем доброго. Мы встретимся ровно через неделю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ